Сегодня единственная выжившая в страшном ДТП трёхлетняя девочка с самолётом санитарной авиации была доставлена из Саратовской области на родину в Екатеринбург в 9-ю детскую больницу. Напомним, вся её семья погибла на месте. Трагедия случилась на прошлой неделе под городом Вольском, точнее на 155-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, когда Лада Ларгус, выезжая на трассу с заправки, столкнулась с попутным КАМАЗом, а тот вытолкнул её под удар встречному самосвалу. Погиб, сидевший за рулём Станислав Пухачёв, его жена Галина, начальник отдела в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, её мать и сыновья 10 и 16 лет. Единственной выжившей, её дочери, три года исполнилась на следующий день после аварии в реанимации в Вольской горбольнице. Сегодня, спустя пять суток после трагедии, её состояние по-прежнему тяжёлое, стабилизировалось настолько, что стала возможной её перевозка без опасений. Взгляд-инфо приводит слова главы Саратовского Минздрава Олега Костина, цитата. Наши анестезиологи, реаниматологи, комбустеологи и другие специалисты круглосуточно консультировали вольских врачей по тактике лечения ребёнка. Состояние девочки удалось стабилизировать. Почти сразу ко мне обратился мой коллега, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов с просьбой организовать транспортировку маленькой пациентки домой. Мы приложили все усилия, чтобы девочка попала к родным. Много организационных моментов. Получить воздушный коридор, продумать оптимальный маршрут, дозаправку самолёта в промежуточном пункте посадки. Наша служба санавиации сработала чётко и оперативно. Конец цитаты. Ребёнка погрузили на специально оборудованный самолёт саратовской санавиации. Это бывший Ан-2, сделанный ещё в Польше и недавно модернизированный в Новосибирске. До версии ТВ-2МС. Вылетел он с самого утра. По пути сделал посадку для дозаправки в Уфе, после чего приземлился уже в Кольцово. Оттуда ребёнка доставили в девятую детскую больницу, где ей предстоит пройти непростое и длительное лечение, которое она могла бы получить и в Саратовской больнице, но здесь всегда рядом с ней будет её родня. Напомним, дочь Станислава Пухачёва от первого брака и её муж приняли решение, что они заменят ей отца и мать, так же, как два их сына заменят двух погибших старших братьев.